Следующий сюжет тоже планировался как сюжет о помощи. К нам обратились из Абакумовского интерната для инвалидов. Там уже несколько лет живет Светлана Снапкова. И просили помочь собрать средства для покупки ей инвалидной коляски. После перенесенного онкологического заболевания Светлана не может работать руками, и коляска ей нужна в специальной конструкции, такие не предусмотренные по программам социального обеспечения. Но когда наша съемочная группа отправилась туда и познакомилась со Светланой, оказалось, что про ее жизнь можно снимать целый сериал. Утро Светланы Снапковой начинается с переклички в интернете. Включаю компьютер, нахожу в интернет, смотрю знакомых своих. У нас в одноклассниках есть группа таких же больных, как и я. Вот у нас перекличка утренняя. История Светланы похожа на сценарий голливудскому фильму. Она родилась и выросла в Жердевке, училась в Воронежском технологическом институте, там познакомилась с будущим мужем. Он приехал из арабской страны. Закончив учебу, Светлана уехала вместе с ним в Арабские Эмираты. Там родила сына, а через полтора года почти одновременно умерли родители Светланы. Видно, у меня такой был нервный страх сильный. И где-то в мае у меня начали слабеть руки, ноги. А в октябре меня положили в госпиталь, но я уже вообще даже с бок на бок не могла повернуться. Светлане становилось все хуже. В январе ее подключили к аппарату искусственного дыхания. И все, что случилось с ней потом, Светлана называет чудом. Потом какое-то чудо случилось. Да, я стала дышать сама. Меня из реанимации перевели в обычную палату. Потом как-то вот тоже чудо. Обнаружили у меня рак. Лимфома вовремя. Ее вылечили. Но этот паралич остался. Через 4 года муж мой привел вторую жену. Я пыталась как-то с ними вместе пожить. Вот мы где-то еще 4 вместе жили. В одном большом доме, две семьи. Но не сложилось. Пришлось уехать в Россию. В России Светлана оказалась в доме инвалидов. Сыну, оставшемуся в жаркой стране, отправляет фотографии зимы и снега. Он не говорит по-русски, но мама мечтает, что когда-нибудь он навестит ее в Россию. Здесь, в интернате, Светлана встретила своего единственного, по-настоящему близкого человека. Владимир попал в интернат после пожара. Он практически не видел. После операции зрение к нему вернулось. Владимир хотел уехать. Прозрел. Ну, думаю, все, поеду как-то в мир. Вроде бы. Тут Свету встретил. Как-то же. С массажези появился. Появились и общие интересы. Влюбленные решили вместе заниматься огородом. И тут у нас прям вообще. Поперло у нас. Свету и сажали. Очень интересно, что с появился. Да. Огород скопали. Она у меня главный адроном в интернете все выкопает. За последние два года состояние Светланы стало ухудшаться. Часто становится трудно дышать. Пришлось поставить ночной аппарат искусственного дыхания. Спать приходится в полглаза. Вдруг что. Она еще в маске. Спит. Но несмотря на это Светлана ведет активный образ жизни. Большую часть дня женщина проводит в коляске. Эту коляску ей делали врачи под заказ еще в Абу-Даби. Теперь пришло время ее менять. Мне очень тяжело сидеть прямо. Видите, я вот даже в этом кресле сижу, откидываюсь очень сильно. Потому что если я прямо сижу, мне дышать тяжело. Мне нужно срегулировать мою спинку кресла. Чтобы я могла его откинуть и расслабить мышцы живота. Той коляской, что положено Светлане по программе реабилитации, пользоваться очень сложно. Нужна другая, с подголовниками и противопролежневыми подушками. Мы в свое время направили письма с оказанием помощи в администрацию Токаревского района. Они уже запросили счет, куда будут перечисляться денежные средства, готовы оказать нам помощь. Также ходатайство, выделение помощи направили в сельскую администрацию Лабаконского сельсовета. Те, в свою очередь, обещали выделить нам 5000 рублей. В данный момент на счету Светланы Снабковой есть 30 тысяч рублей. Осталось собрать 50. Коляска, которая нужна Светлане, стоит порядка 80 тысяч рублей. На сегодняшний день осталось собрать 50 тысяч. На нашем сайте вы найдете реквизиты для перевода средств. И когда будете делать пожертвования, не забудьте поставить пометку для Светланы Снабковой.